И к другим новостям. Семья из 10 человек терпит настоящее бедствие на окраине Ленинкента, в крохотном вагончике. Без тепла, света и воды приходится жить взрослым и шестерым малышам. Но и этого убогого жилища они могут лишиться, а впереди холодная зима. Большое семейство надеется, что им помогут и они не останутся на улице. Благотворительный фонд Инсан обращается ко всем неравнодушным людям. Помочь Шихмагомедовым можете и вы, зрители нашего канала. Окраина Ленинкента. Участок на пять соток, разделенный пополам. И посередине него вагон, в котором проживает даже не одна, а сразу две семьи из 10 человек. Около года живем в вагоне. У меня тоже трое летает. У меня тоже трое. В общем, у нас вагоне без троих живут. Живут Шихмагомедова без удобств. Санузел во дворе. А в ванной им остается только мечтать. В вагончике холодно и постоянная сырость. И этой плесенью дышат не только взрослые, но и маленькие дети. Хотел бы улучшить приличные условия для детей. Так тяжело. В вагоне тяжело. И вернуть тяжело в этот вагон. Просим о помощи. Может кто-то с строительными материалами сможет помочь. Тяжело нам в этом вагоне. И для детей нет никаких условий, чтобы их купать. Долгое время братья жили с семьями на съемных квартирах. Большая часть заработка уходила на оплату жилья. После трех лет они приняли решение купить участок и начать строиться. Родственники дали на время вагончик. Только построить дом с удобствами для своих детей у них так и не получилось. Впереди зима. А Шахмагомедовым просто негде жить. Вагончик заберут хозяева. Им остается надеяться только на людскую помощь. Ее семья готова принять в любое время. Ватиман Бурзиев, Альмира Байронбекова и Судгази Амаров. Время новостей.